Доброе утро, дорогие телезрители! Многие думают, что работоспособность зависит от режима сна. Но это не совсем так. Есть определенные промежутки времени, когда наш мозг успешнее справляется с задачами. Например, для умственной работы и принятия решений лучше всего подходит именно раннее утро. Ученые уточняют, информация особенно легко усваивается с 6 до 9 утра. Кто бы мог подумать, но факт остается фактом. Сегодняшнее 15 апреля говорит о том, что половина весны уже миновала. Впереди только тепло и цветущая красота природы. Наша команда Народного утра рада, что вы начинаете этот день вместе с нами. Обещаем вас порадовать! День, когда исполняется самое заветное желание – настоящий праздник. Особенно, если цель была грандиозной и идти к ней пришлось долго. Для того, чтобы сгладить ожидания, можно составлять дополнительный список небольших, но интересных задач. Есть даже веселые. Например, пожелать забросить ботинки на крышу, погладить корову, три дня не разговаривать, научиться жонглировать, пройтись по улице с бумбоксом и так и далее. Вроде смешно, но психологи так не считают. По мнению специалистов, такие бесшабашные события помогут скрасить будни и почувствовать вкус жизни. Есть над чем задуматься. А теперь посмотрим, какой датой запомнилась 15 апреля. Культура в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать ее необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – все это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры. Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры, который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Международного договора, который стал известен в Международно-правовой практике как Пакт Рериха. Идея проведения Всемирного дня культуры принадлежит выдающемуся художнику и деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху. Еще в 1931 году на конференции, посвященной продвижению Международного договора об охране культурных ценностей, он высказал предложение об этом и обозначил основную задачу дня – широкий призыв к красоте и знанию, напоминание человечеству об истинных ценностях. В итоге 15 апреля 1935 года в Белом доме в Вашингтоне главами 21 государства был подписан первый в истории Земли международный договор о защите учреждений, служащих целям культуры, науки и искусства, а также исторических памятников, названный по имени его создателя – Пакт Рериха. В рамках Пакта Рерих также предложил и отличительный знак, которым предполагалось отмечать защищаемые культурные объекты – знамя мира, своего рода знамя культуры, белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окруженные кольцом вечности. Этот знак носит международный характер и встречается в произведениях искусства разных стран и народов мира с древних времен до настоящего времени. По замыслу Рериха, знамя мира должно развиваться над культурными объектами, как охранитель истинных духовных ценностей человечества. Поговорим о мужчинах. Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых могут претендовать на звание лучших мужей. Возглавляют список тельцы. Они верны, презирают обман и ищут стабильность. Рыбы тоже серьезно подходят к отношениям и умеют оберегать близких им людей. В категорию прекрасных партнеров для семейной жизни входят и львы, так что не списывайте их со счетов. И присмотритесь к близнецам, которые, если вступают в брак, то будут дорожить семейными узами всю жизнь. Ну что сказать, быт тоже надо планировать, а астрологическое меню на каждый день в этом деле точно не помешает. Овны. Будет сложно справиться с эмоциями, но сделать это необходимо. Иначе погрязнете в неприятностях, как ежик в колючках. Постарайтесь идти на компромиссы с друзьями и родственниками. Это позволит открыть новые и перспективные дороги. Тельцы. Замечательный день ждет вас, если не тащить себя за волосы сквозь дебри собственных комплексов. Придется рассчитывать на свои силы и опыт. Обязательно помиритесь с теми, кто вам близок по духу и дорог. В любовных отношениях включите фантазию. Близнецы. Конфликтный день ждет вас, если не усмирить тягу к приключениям и критиковать всех подряд. Вы получите немало интересной и ценной для работы информации. Если ее грамотно использовать, то карьерный рост не за горами. Раки. Удастся не только реализовать давние планы, но и наметить новые. Кризисов не намечается, настроение на высоте. Ну а за финансовую сторону переживать рано. Если не будете сорить деньгами, то они сохранятся на счету в нужном количестве. Львы. Гороскоп рекомендует браться за все новое и необычное, конечно же, не без предварительного анализа. Спешка в любом деле может усугубить положение. Старайтесь отказаться от лишних трат, чтобы сохранить баланс в бюджете. Девы. В этот день удастся повернуть время вспять. Вы так старательно и усердно, что даже опытные коллеги будут завидовать. Главное, не торопитесь с выводами. Берите за новые проекты, но осторожно. Интуиция подскажет, как вести себя в личной жизни. Эффектное шоу устроили в Великом Новгороде в честь Дня космонавтики. Вечером в небо поднялись 500 светящихся дронов. Они мастерски выстраивались в объемные фигуры, поражая синхронностью. Маленькие летательные аппараты изобразили старт космического корабля. Показали первый искусственный спутник Земли, космическую станцию «Мир», а у взлетающей ракеты даже детализировали отделение двигателей. Увиденное восхищает и поражает воображение. А представьте, как здорово было видеть это вживую. Перейдем к другим не менее интересным новостям. Не пропустите. Перед дачным сезоном пожилым людям следует постепенно восстанавливать двигательную активность, защищаться от яркого солнца, пить достаточно жидкости и регулярно принимать лекарства. Советы по подготовке к дачному сезону дала в беседе с РИА Новости главный внештатный гериатор Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Сейчас очень важно использовать это время для постепенного, аккуратного расширения своей физической активности. «Постепенно увеличивать объем физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы», – перечислила эксперт. Она также порекомендовала беречься от яркого солнца, а дефицит витамина D восполнять добавками. Кроме того, в жаркие дни особенно следует контролировать объем потребляемой воды. По словам Рунихиной, он должен составлять от 1,5 до 2 литров в день. «Пандемия коронавируса в России не кончилась, эпоха масок тоже не закончилась», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 13 апреля. «Ситуация спокойнее, чем у соседей, но говорит, что все закончилось преждевременно», – отметил он. Ранее заведующий отдел НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Российской академии наук Вадим Покровский заявил, что наибольший риск заражения коронавирусом существует в закрытых помещениях. Поэтому на работе пока еще необходимо носить защитные маски. По его мнению, от масок можно будет отказаться в случае, если все сотрудники вакцинируются или переболеют. В новых правилах техосмотра российских автомобилей нашли брешь. Фотографии, которые с 1 марта передаются в базу данных МВД, не защищены и могут быть модифицированы. Это следует из письма заместителя начальника ГИБДД Николая Шиюхина в Минтранс, с которым ознакомился коммерсант. Согласно письму, установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Это позволяет загружать модифицированные файлы. Правильно распланировать свой день – половина успеха. Где прячутся подводные камни, подскажет гороскоп. Поэтому стоит послушать астрологический прогноз для оставшихся знаков зодиака. Весы. Успех любых начинаний будет полностью зависеть от эмоционального настроя. Если будете походить на печального рыцаря, то ждите негативных последствий. Расправьтесь с делами, которые мешают продвигаться вперед. Финансовое положение нужно налаживать. Скорпионы. Сегодня встанет ряд задач, без которых немыслимо достижение целей. Вы должны вести себя не только сдержанно, но и корректно. Отношения с людьми будут складываться не лучшим образом. Живите по совести – это важнее. Стрельцы. День ярких событий и неожиданных перспектив. Если удастся выбраться на светлую сторону, то она надолго останется такой. Это больше касается работы, чем личной жизни. Не обращайте внимания на критику, ко всему отнеситесь с юмором. Козероги. Действовать себе во благо – вот что вам надо делать. Учтите, что не только запланированные действия дадут результат. Можно слегка отступить в другую сторону, чтобы достичь успеха. Прислушивайтесь к чужим советам, они окажутся конструктивными. Водолеи. В этот день больше времени уделяйте другим, чем себе. От командировки лучше отказаться. Возможны сложности в получении денег. Откажитесь от новых знакомств, если уже состоите в любовных отношениях. Рыбы. Гороскоп советует найти себя в чем-то новом. Это может быть давнее хобби или развлечение с друзьями. Вопросы, которые давно мучили, наконец-то обретут ясно очертания. Откажитесь от мучного и жирного, физических нагрузок и алкоголя. Слава музея имени Эрзи гремит далеко за пределами Мордовии. Люди со всего мира мечтают посетить главную достопримечательность нашей республики. А как иначе? Ведь здесь хранится крупнейшая коллекция работ великого Степана Эрзи. Нашим зрителям удается это гораздо чаще. Располагайтесь поудобнее. Мы снова поведем вас в музей. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с коллекцией Мордовского республиканского музея изобразных искусств имени Степана Дмитриевича Эрзи. И сегодня мы с вами познакомимся с творчеством удивительного человека, замечательного режиссера-мультипликатора, сценариста, художника-иллюстратора, детского писателя Владимира Григорьевича Сутеева, который стоял у истоков советской мультипликации. Ни одно поколение детей нашей страны выросло на его работах. Владимир Сутеев интересен нам не только как профессионал и мастер своего дела, но и как человек, который был близко знаком со скульптором Степаном Дмитриевичем Эрзи. Сам Сутеев говорит, что имя Эрзи неразрывно связано с временем его юности. Именно он открыл для юного Володи дорогу в большое искусство. И впоследствии это решило во многом судьбу Владимира, и он выбрал стезию художника. Степан Эрзи появился в семье Сутеева благодаря главе семейства, самому Григорию Осиповичу Сутееву, известному московскому врачу, который занимался не только врачебной практикой, но и также увлекался искусством, занимался живописью и пением. Его супруга Зинаида во многом поддерживала увлечение мужа и не пропускала ни одной художественной выставки, на которую была приглашена вся семья. Владимир и его младший брат Вячеслав, впоследствии ставший режиссером, росли в творческой среде и впитали в себя все самое лучшее. Эрзи и Григория Сутеева в 1916 году свел случай в лице молодого военного врача Георгия Ивановича Матавилова, который на тот момент являлся учеником художника, но впоследствии сам стал известным скульптором. Именно с того времени началась большая человеческая дружба Сутеева и Эрзи, которая продлилась до самой смерти скульптора. Очень быстро Эрзи стала частью семьи Сутеевых. В книге «Воспоминания о скульпторе Степане Дмитриевиче Эрзи» есть глава, которая называется «Мой первый учитель». В ней Владимир Сутеев делится своими впечатлениями и воспоминаниями о художнике. Он говорит, что он называет Эрзию не иначе, как наш Эрзи, наш Эрзенька, так мягко и ласково называли его в семье Сутеевых. Как ухаживали и как привечали Степана Дмитриевича, также можно найти в этих строках. Много уважения, много любви. В 2018 году, когда Эрзи удается в Москве снять мастерскую, он берет себе учеником Владимира. И Владимир вспоминает, что он относился к нему с особым уважением, с особым интересом и воспринимал его как ровню себе, не как юного мальчика, который ничего еще не смыслит в искусстве, а как уже ровню себе и обучал его и общался с ним, как со взрослым человеком. Именно к этому времени относится работа, которая была написана Степаном Дмитриевичем Эрзией. Называется она «Портрет Володи Сутеева». Она у нас представлена в постоянной экспозиции. Степан Эрзи оставил заметный след жизни юного мальчика. Уже в школе Владимир Сутеев подрабатывал, рисуя диаграммы для выставок здравоохранения, диплом для победителей различных спортивных соревнований и многое-многое другое. Владимир Григорьевич Сутеева по праву можно назвать основоположником советской мультипликации и поставить в один ряд с такими известными детскими писателями, как Корнеев Иванович Чуковский и Самуил Яковлевич Маршак. На книгах, которые были созданы этим замечательным человеком, выросло не одно поколение детей нашей страны. Благодаря работе Степана Дмитриевича Эрзи мы с вами можем познакомиться с совсем юным Володей, перед которым все свершения, о которых я уже вам ранее рассказала, еще только-только будут впереди. В программе «Народное утро» стартует новый розыгрыш пригласительных билетов на любой киносеанс в кинотеатр «Синема Стар» торгового центра «Рио». Для участия вам нужно состоять в официальной группе НТМ ВКонтакте, сделать репост с записью о розыгрыше пригласительных к себе на страницу и ждать результатов. Итоги объявим в группе НТМ ВКонтакте в следующий четверг, 22 апреля. Будет два победителя. Каждый из них получит пригласительный билет на две персоны. Все подробности розыгрыша смотрите на нашей странице ВКонтакте. Участвуйте и выигрывайте. А теперь новости из мира кино. На пути к Оскару 2021 одержал победу и стал триумфатором британской киноакадемии «Бафта 2021» в фильме «Земля кочевников». Он получил премии сразу в нескольких номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» и «Лучшая операторская работа». Напомним, что ранее «Земля кочевников» уже получила множество престижных профессиональных наград, в том числе и влиятельных американских гильдий продюсеров и режиссеров. Дорожная драма считается одним из главных фаворитов «Оскаровской гонки». Кстати, сама церемония награждения состоится в ночь с 25 на 26 апреля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе в вочном формате. Ведущими премии будут Брэд Питт, Рис Уизерспун, Зиндая, Харрисон Форд и многие другие. Больше всего номинации в ключевых категориях у картин «Земля кочевников», «Манг», «Миноре» и «Отец». Переходим к киноновинкам. 15 апреля в 35-ю годовщину аварии в прокат выходит фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Это первый масштабный российский фильм, посвященный ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти. Фильм не историческая реконструкция событий, а драма о любви, разворачивающаяся на фоне страшных событий 1986 года. Зрителей ждет эмоциональный накал и высокий уровень постановки масштабных экшн-сцен. История о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей и изменила их судьбы. Главный герой фильма — пожарный Алексей Карпушин. Он ведет свободный образ жизни, но влюбляясь в Ольгу, у которой есть маленький сын, решает больше не повторять прежних ошибок. Мечтает начать новую жизнь. Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни тех, кто ему дорог. Смерть грозит тысячам людей, которые оказались в зоне радиационного поражения. Вместе с еще двумя добровольцами, инженером Валерой и военным водолазом Борисом, Алексею предстоит погрузиться в самое пекло под ядерный реактор, чтобы попытаться выпустить воду из резервуара и тем самым, возможно, предотвратить еще один мощный взрыв. Еще одна российская премьера. Майор Гром, чумной доктор, приключенческий боевик, созданный по мотивам российских комиксов. Действие фильма происходит в Санкт-Петербурге. Игорь Гром – майор полиции с пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске чумного доктора, заявив, что его город болен чумой беззакония, он принимается за лечение, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег, и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено, полиция бессильна, майор Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города. Детей, а также их родителей порадует семейный мультфильм «Отвинта-2», вышедший на экран после 20-летнего перерыва от первой части. Это новые приключения самолета-истребителя по кличке «Витязь». Новые электролеты пришли на смену старой дизельной технике. Истребитель «Витязь» списан в запас и неплохо справляется с ролью недовольного пенсионера. Но неожиданно размеренную жизнь города нарушает вторжение пришельцев. «Витязь» неожиданно для себя вновь оказывается в строю, ведь только он может победить инопланетян. И тогда герой собирает команду старых друзей, которым придется стрягнуть с себя ржавчину, смазать механизмы и принять бой. На сегодня это все. Обязательно ходите в кино, проводите время интересно и увлекательно. Говорят, то, как мы проводим утро, определяет наш успех в жизни. В этом универсальном рецепте надо уменьшить количество суеты и обязательно добавить больше спокойствия и уверенности в себе. Я, Юлия Левштанова, прощаюсь с вами и надеюсь на завтрашнюю встречу. Прекрасного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова